Отец Небесный И пусть Бог все уста будут исповедовать Тебя Богом, Спасителем, Творцом неба и земли, Избавителем во имя Иисуса Христа. И мы, Бог, превозносим Тебя, и мы, Господь Бог, поклоняемся Тебе на этом месте, и мы в это утро хотим воздать Тебе всю славу и честь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Бог, нам открылся, нашел нас, Господь, дал нам покаяние, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Бог, дал нам свободу от греха, Господь, и даровал нам надежду вечной жизни. Мы благодарим Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что Ты с нами здесь, на этой земле, чтобы Бог нам помогать, чтобы нас поддерживать. И мы благодарим Тебя. И мы, Бог, с верой молимся за каждую записку, за каждую нужду, Господь. Мы просим, Бог, прикоснись, яви, Господь, Свою силу, славу, могущество. Пусть, Бог, помощь от Тебя придет, избавление, спасение. Пусть, Бог, каждый, кто писал эти записки, Он переживет это чудо в своей жизни во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, за фаерузу, Господь. Мы молимся, Бог, прикоснись к ней своей исцеляющей силы, чтобы она поправилась, исцелилась во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, за исцеление Галины, Господь, Бог, прикоснись к ней во имя Иисуса Христа. Прикоснись, Господь, к Дмитрию, к Алику, к Наталье, Господь. Во имя Иисуса Христа, Бог, прикоснись к каждому, кто сегодня болен и нуждается в исцелении. Во имя Иисуса, Ты, Бог, целитель, для Тебя нет ничего невозможного. И Ты, Бог, прославься через исцеление во имя Иисуса. Мы также, Бог, молимся о нашем приношении. Господи, благослови, размножь, пусть этого будет достаточно для того, чтобы Твоя Евангелие продолжала распространяться, чтобы люди каялись, спасались во имя Иисуса, и мы молимся, Бог, покрой все нужды церкви, Господь, пусть, Бог, всякая нужда будет восполнена, будет покрыта, Бог, размножь, употреби эти финансы, и мы молимся, Отец Небесный, о том, чтобы Ты, Бог, благословил руку каждого дающего и воздал во сто крат. Во имя Иисуса, Святой Бог, мы на Тебя, Господь, надеемся и уповаем, на Тебя, Святой и Праведный, и мы просим, Господь, о том, чтобы Ты сегодня, Бог, говорил к нам во имя Иисуса Христа, оживляй, Бог, свое слово, говори, Бог, в наши сердца, мы нуждаемся, Господь, мы нуждаемся в том, чтобы Ты, Бог, наполнял собой, открывал свое слово во имя Иисуса, Тебя, Бог, мы за все благодарим, мы молимся, Бог, благослови наших детей, Храни, Господь, от всякого зла, прославляйся, Бог, в их жизнях, во имя Иисуса, Тебя, Бог, мы за все благодарим и славим, Тебе добудет вся слава, во веки веков, аминь. Аминь. Слава нашему Господу, воздайте ему славу, он достоин. Слава Богу. Спасибо большое, грубое прославление, моя семья. Улыбнитесь друг к другу, поверните, поверните друг к другу, поприветствуйте, благословите и пусть Бог благословит вас. Мы также приветствуем всех тех, кто с нами онлайн. Пусть Бог благословит вас дома, пусть Бог говорит ваши сердца. Для нас это огромное счастье и радость быть в Доме Божьем. Аминь. Аминь, братья и сестры. Огромное счастье и радость знать Бога, быть с Богом. Нет ничего лучше, когда ты знаешь, что у тебя есть Бог, который все знает, все видит и все может. И нет ничего лучше знать того, что этот Бог, Он любит тебя, Он за тебя, Он с тобой. И как Иисус сказал, что до скончания века Я с вами. Люди испугались, ученики, Иисус, как, ты хочешь нас покинуть, хочешь нас оставить? Иисус говорит, нет. Но наоборот, что-то лучшее вы примете. Дух Божий, такой же, как я, Дух Божий, Он будет среди вас, с каждым из вас. И Я буду до скончания века с вами. Тот, кто дает нам утешение, поддержку, ободрение, дает мудрость. Тот, кто будет восполнять любую нужду, Он рядом с нами. И поэтому это огромное счастье, знать Его, быть Детем Божьим и быть в Доме Божьем. Аминь. И сегодня, знаете, я хотел бы поделиться словом, я назвал его так, что свобода от страха. Свобода от страха. Наверное, каждый из нас, мы переживали эту эмоцию, чувство страха. Аминь. Каждый из нас. Мы знаем, что это такое, и нам оно не нравится. Мы не хотим жить в страхе, как Писание говорит, что в страхе есть мучение. И знаете, Бог желает дать нам свободу от страха. И мы призваны жить в свободе от страха. И я хотел зачитать несколько отрывков Священного Писания. Написано, что Евангелие от Луки, 21 глава, 25 и 27 стих. Зачитаем этот отрывок. Иисус Христос в этом месте говорит о последнем времени. Ученики обращаются к Иисусу и говорят, что Иисус, скажи, а какой будет признак твоего пришествия? Что будет происходить перед тем моментом, когда ты придешь на эту землю? И Иисус начинает описывать те события, которые будут происходить на этой земле. И он говорит, что 25 стих. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумения. И сегодня, когда мы слышим, что говорится через средства массовой информации, что говорят люди, и мы видим, как люди сегодня находятся... И интересно, что написано, что уныние народов. Это не просто, что какой-то народ находится в унынии, в бедствии. Но написано, что на земле уныние народов и недоумение. И сегодня действительно мы видим, как люди находятся в недоумении. А что будет происходить дальше на этой земле? Люди живут в унынии, что, слушай, нас ожидает что-то неприятное, что-то плохое, какое-то зло, какая-то беда. Вот-вот придет еще большая беда. И люди живут в страхе. Народы находятся, написано, в унынии и в недоумении. Не знают, что делать. Пришел страх. Пришел недоумение. И написано, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую. И вот написано, что перед тем, как Христос придет, а мы ожидаем, как Иисус говорит, что как Он был вознесен на небо, точно так же Он вернется на эту землю. И мы ожидаем Его пришествия. И написано, что перед Его пришествием будут происходить такие вещи, что люди будут издыхать от страха в ожидании бедствий. В народах уныние и недоумение. Это то, что сегодня мы это видим. Это то, что происходит. Но интересно, что написано в притчах, 28 глава, первым стихом. Написано, что нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Интересно, что, а как себя ведут праведные люди, когда люди находятся в недоумении, в страхе, в ожидании бедствий. Написано, а праведник, он смел, как лев. Праведник, смотря на эти все события, которые происходят, праведник, человек, ожидающий Бога, живущий с Богом, живущий свято и праведно. Знаете, что он делает? Он радуется. Мой Господь грядет. Написано, и церковь, она взывает, Господь, гряди, мы ожидаем Тебя. И когда мы видим эти события, то, что происходит в мире, как мы должны жить, братья и сестры? В радости. Наш Бог грядет. Придет избавление от болезни, от проклятия. И мы увидим того, в кого мы уверовали. И Он заберет нас до небеса. Писание говорит, что в последнее время мертвые воскреснут, а живые преобразятся, изменятся. Не увидят смерти, они изменятся. И будут вечности на небесах с Богом. И знаете, и люди, которые живут праведно, они смелы. Они смело отожидают. И знаете, в послании Колоссянам Павел пишет, что смотрите, чтобы никто не увлекл вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. И нам нужно увлекаться не тем, чем увлечен этот мир, чем живет этот мир. Не питаться информацией этого мира, страхами этого мира. Но нам нужно увлекаться по Христу. Нам нужно увлекаться по Христу. И в этом же отрывке Павел пишет Колоссянам, «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так ходите в Нем. Будьте укоренены и утверждены в Нем. Укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Вот как нам нужно сегодня в это последнее время жить людям, верующим, ожидающим Христа. Апостол Павел говорит, укореняться в Боге, ходить в Нем. Писание говорит, что блажен, счастливый, успешный тот человек, кто не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе размышляет он день и ночь. И это то, что нам будет давать, братья и сестры, смелость. Люди будут рядом издыхать от страха, а мы будем свести, благоухать. Почему? Потому что мы находимся в ожидании Христа. И мы верим в то, что с Ним будем вечно пребывать, потому что мы праведные, потому что мы поверили в искупительную жертву Иисуса Христа. Мы поверили, что ее достаточно, чтобы мы сегодня были прощены, были свободны от греха и назывались и были святыми людьми Божьими. Сегодня мы святые люди Божьи, не потому что мы стали делать какие-то добрые дела, изменились, а потому что нам по своей милости и благодати Бог даровал свою святость и свою праведность через свою жертву. И мы оправданы, мы искуплены. И поэтому мы ожидаем избавления. Люди нечестивые, они бегут, когда никто не гонится. Еще ничего не произошло, живут в страхе, в ожидании, что что-то плохое с ними произойдет. Верующие в ожидании, что что-то прекрасное в нашей жизни произойдет. Аминь. Аминь, братья и сестры. И знаете, Священное Писание, оно нас вразумляет, умудряет. Через Священное Писание Бог нас направляет и ведет. И Бог через Священное Писание нам открывает, как мы можем избавляться от страха. Как мы можем, живя на этой земле в то время, когда все народы в страхе, а мы будем жить не в страхе, а в радости. И мы не будем бежать, мы не будем бояться, мы будем с радостью ожидать пришествия Иисуса Христа. И давайте мы поразмышляем над отрывком. Это 1 Иоанна, 4 глава, 16 по 19 стих прочитаем. 1 Иоанна, 4 глава, 16 по 19 стих. Написано, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства досягает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». И мы здесь читаем, как Иоанн пишет, что в страхе есть мучение. Действительно, что в страхе есть мучение. Страх – это эмоция, чувство, возникающее из-за ощущения опасности. И так много, знаете, таких народных поговорок, таких, как, что «у страха глаза велики». Действительно, когда человек живет в страхе, он все преувеличивает. Ему кажется, эта маленькая проблема такой огромной, когда в нем живет страх. Написано, что где страх, там и крах. Вот многие крах, проблемы приходят в жизнь человек из-за чего? Из-за страха. Побоялся что-то сделать, побоялся что-то сказать. Просто из-за страха что-то не сделал и пришел крах в его жизнь. Написано, что «горе бояться, счастья не видать». Действительно, когда человек живет в страхе, он не видит того счастья, которое Бог для него приготовил, не живет полноценной жизнью на этой земле. И мы можем видеть эти примеры из Священного Писания, как народ израильский, которого Бог вывел из Египта. Бог им говорил, Он описал их судьбу, что «Я хочу вас привести в хорошую землю, где вы уже не будете рабами. Земля, которая будет очень плодородна, вы будете сеять, будете сжать, будете свободными, будете жить счастливой жизнью». Но что им помешало жить этой счастливой жизнью? Страх. Страх. Подошли к обитованной земле, увидели, действительно, земля прекрасна, плоды чудесные, действительно, что замечательная земля, Бог верен, как пообещал, дал нам свободу, вывел из греха. Увидели мы эту землю, но не вошли. Почему? Из-за страха. Увидели людей, которые там жили, и говорят, слушай, мы в их глазах, как саранча. То есть страх, он увеличил те проблемы, которые там могли быть, они увеличили. И страх их привел к краху, сделал их несчастными, умерли в пустыне. А Бог этого не желал, Бог этого не хотел. И слава Богу, что поднимается новое поколение. Люди, которые доверяли Богу, уповали на Бога, не имели страха, они вошли в эту землю, они столкнулись с теми же проблемами, но эти проблемы, они разрешили, победили эти проблемы и жили счастливой жизнью, наслаждались. Поэтому в страхе есть мучение. И написано, что боящийся несовершен в любви. Действительно, когда мы имеем, в нашем сердце живет страх, то мы не можем по-настоящему любить. И вот эта наша любовь, она порой причиняет боль людям. И мы, мы как родители любим своих детей, но когда в нашем страхе, в нашем сердце есть страх, то мы причиняем боль нашим детям. Мы не даем им возможность реализоваться. Это чрезмерно такое попечение родителей. Оно приносит только проблемы детям. Мы их куда-то не отпускаем. Мы не даем возможности реализовать весь тот потенциал, который в них есть. И дети порой расстраиваются из-за того, что родители имеют страх, что с ними что-то плохое произойдет, что что-то плохое с ними произойдет. Вот поэтому не пускают, не отпускают, не дают возможности что-то детям сделать, стать просто счастливыми людьми на этой земле. Из-за страха порой сыплются семья, приходят разводы. Почему? Потому что когда супруги, они имеют страх, друг другу не доверяют, ревнуют, подозревают. И из-за этого причиняют боль друг другу, и приходят ссоры, и порой доходят до разводов. Из-за страха. Из-за страха мы сами страдами мучаемся. И знаете, как от него избавиться? Мы читаем в этом отрывке. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх. Как от страха избавиться? Написано совершенно любовь. Любовь Божья, она дает нам свободу. когда мы познаем совершенную любовь, когда мы наполняемся этой совершенной любовью, когда любовь Божья, она в нас изливается и нас наполняет, вот эта любовь, она вытесняет всякий страх. Эта любовь дает нам свободу от страха. И как мы можем сделать так, чтобы нам не мучиться? Или причина, почему мы мучаемся? Потому что мы не познали любовь Божью. Потому что мы не познали Бога. Потому что мы не исполняемся Духом Святым. Потому что Писание говорит, что Духом Святым любовь Божья излилась в нас. И когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы наполняемся любовью Божьей, мы не будем иметь никакого страха. И что бы вокруг нас не происходило, какие бы кризисы, проблемы, трудности, как бы много врагов вокруг нас не было, когда мы наполнены Духом Святым, когда совершенно любовь Божия в нас пребывает, мы смелые. Мы знаем, Бог нас возлюбил, Бог нас не оставит, Бог нас всемогущий, и Он за нас. Аминь. Мы не будем бояться за наших детей, мы будем знать, что детей дал нам Бог, и мы посвящаем их Богу, и мы верим, что Бог их любит, мы верим, что Бог им поможет. Мы будем доверять своим родным и близким, супруге, будем доверять, зная, что Бог их нам даровал, и мы верим, что Господь, Он о них позаботится, позаботится о наших семьях. Мы не будем бояться идти, как сегодня пастор Александр говорил, что идти и сеять, жить в той земле, которую Бог нам дал, потому что мы знаем, Бог нас любит, Бог нам дал, и Бог о нас позаботится. Аминь. Аминь, братья и сестры. Написано, и мы познали любовь, которые имеет к нам Бог, уверовали в нее, Бог есть любовь, пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. То есть, когда мы познаем Бог, познаем любовь, мы познаем Бога. Бог есть любовь. И когда мы пребываем в любви, мы пребываем в Боге, и Бог в нас. Когда Бог пребывает в нас, мы пребываем в любви, и мы познаем Бога, Бог нам открывается. Вы знаете, действительно, что когда мы познаем Господа, то нам открывается любовь Божья. И написано, что, что нас привело к покаянию? Благодать, любовь Божья. Аминь. Знаете, нас к Богу привели не какие-то страхи. Страх к Богу не приводит. И, ну вот, что у меня привело к покаянию, это то, когда мне рассказали о любви Божьей. Когда мне пытались, может быть, страхом спасать, говорили о том, какие меня проблемы ожидают от того, что я так живу, что меня ждет, какая судьба меня ждет. Меня это сильно не пугало. Но становилось все хуже и хуже. Но когда мне сказали, что, знаешь, Саш, Бог тебя любит. Вот таким, какой ты есть, Бог тебя возлюбил. И Он свою любовь к тебе доказал. Иисус Христос умер за твои грехи. И, знаете, вот это коснулось моего сердца. Это привело меня к покаянию. Я думаю, неужели меня Бог любит? А я вот так живу. Господи, я не хочу уже так больше жить по-прежнему в грехах. Бог, я хочу измениться, потому что Ты святой. И Ты желаешь, Ты совершенный. И Ты желаешь, чтобы мы были совершенны, чтобы мы были святыми. И я хочу, Бог, изменяться. Не потому, что меня напугали Тобой, напугали судами тогда, нет, потому что мне рассказали, насколько сильно Ты любишь, насколько совершенна Твоя любовь. И как Ты страдал за меня, вот это привело меня к покаянию. И, знаете, и любовь Божья, она дает нам свободу. Аминь. И написано, что, 17-м стихом, «Любовь до того совершенства досягает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он». «Любовь до того совершенства досягает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он». То есть, когда мы наполняемся любовью Божьей и пребываем в этой любви, когда мы продолжаем познавать Бога, познавать Его любовь, когда мы к Нему приближаемся, то мы имеем дерзновение в день суда. У нас есть смелость сказать, «Господь, гряди!» Люди находятся в страхе, что что-то страшно произойдет, а мы находимся в радости. Господь грядет, Господь придет, и я смело ожидаю, ожидаю с дерзновением, смело. Почему? Потому что любовь Божья живет в моем сердце. Любовь Божья изливается Духом Святым в мое сердце. Я исполняюсь Духом Святым. Любовь Божья во мне пребывает, поэтому нет страха, но ожидания. Господь грядет, и Бог воздаст каждому по нашим делам, по нашим праведным делам, за наши подвиги веры, за наше посвящение, за то, что сегодня мы для Бога делом, принося свои приношения, жертвы, молясь, проповедуя Евангелие. Вот за это мы будем получать награду. Неверующие, нечестивые люди понимают, что суд придет, наказание придет, а мы ожидаем, награда придет. Чем больше скорбей, больше трудностей, мы посвящаем Богу, доверяемся Ему и верим, что придет награда. Те, кто претерпевают гонения, трудности. Как Писание говорит, что блаженны вы, радуйтесь, когда за имя мое вас гонят, когда всячески злословят вас. Велика ваша награда на небесах, когда придет Господь. Потому что так гнали пророков. Так пророки до вас жили на этой земле. Были различные проблемы, трудности, но они доверяли Богу. Они уповали на Него. Они любили людей, служили. И они имели награду. И сегодня вы будете иметь награду, живя праведно на этой земле. Аминь. Аминь, братья и сестры. Итак, как мы можем избавиться из страха? Познавая Бога. Исполняясь Духом Святым. И затем уповать на Него. Братья и сестры, как важно, чтобы в это последнее время мы свое упование, надежду возлагали на Него. Не на кого-то. И мы будем доверять нашему Богу, когда мы Его познаем, насколько Он всемогущ. И когда мы познаем, что Он есть любовь, что Он любит, мы будем доверять Ему. Вот кому мы на этой земле доверяем? Тех, кто нас не любит, или тем, кто нас любит? И когда мы видим, что действительно любовь, что человек нам хорошо относится, он нас любит, то мы Ему все доверим. Аминь. Вот точно так же, когда мы познаем Бога, когда мы Ему доверяем, когда мы Его, когда знаем, что Он нас любит, то мы будем полностью Ему доверять. И доверие Богу нас будет избавлять от страха. Как мы читаем в Деянии апостолов, 27-я глава, интересная история, когда люди попали в шторм. 14 дней там находились. Написано, моряки, войны, все были в страхе, но Павел их вдохновляет. И что он говорит? «Ободритесь». «Ободритесь». «Бог мой, которому я служу, которому я принадлежу, на которого я уповаю, на которого надеюсь, Он мне сказал, что я буду в Риме, буду там свидетельство, и я верю моему Богу. Я верю в то, что Бог сказал, так произойдет». И он говорит, «Давайте, ободритесь, давайте покушаем». В то время, когда не было никакой надежды, все были в панике. Павел благодарит Бога, преломляет хлеб, кушает и вдохновляет других людей. Почему? Потому что верил, уповал на Бога. Пророк Иеремии пишет, 17-я глава, 17-я глава, с 5-го по 8-й стих. Так говорит Господь, проклят, то есть несчастлив, бедный тот человек, который надеется на человека, плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Написано, он будет как вереск. Вот что интересно, вот это слово вереск, это греческое слово ар-ар, которое можно перевести как можжевельник или как беспомощный, несчастный, обнаженный, беспомощный, обнаженный, несчастный. То есть написано, что этот человек, который надеется на человека, опорой, делает свою плоть, и сердцем удаляется от Господа, он становится беспомощным, обнаженным, несчастным. Человек, который это делает. И поэтому, знаете, люди, они порой так находятся в этом состоянии, в страхе, беспомощны, никакой надежды. Почему? Сердцем отдалились от Бога. Потому что надеялись на свою плоть, на свои способности, на свои возможности, а они подвели. Надеялись на человека, а человек подвел. Поэтому, что их ожидает? Страх. А что будет дальше? Если он подвел, то все подведут. Если я не смог, то, значит, и не смогу в будущем. И кто мне поможет? Но написано, благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Блажен тот человек, который надеется на Господа, и упование Господь. И будет он, как дерево, посажено при потоках вод, пускающее корни свои у потока. И не знает оно, когда приходит зной. Лис его не зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод. То есть, знаете, это человек, который надеется на Бога, и который уповает на Бога, он как дерево, которое написано, не знает, когда приходит зной. Который не знает о тех страхах, которыми живет этот, мир, который не знает о тех бедствиях, которые люди переживают, у него все прекрасно. Почему? Он где-то как-то на другой планете живет? Да нет, здесь же живет. Но он надеется на Бога. Он на Бога уповает. Он знает Бога. И поэтому он не переживает. Он говорит, а Бог мне помощник. А Бог мне поможет. И даже в пустыне Бог откроет для меня источники, и Бог обо мне позаботится. И знаете, это то, что мы сегодня с вами читаем, это не просто пустые слова, но это то, что было в жизни людей, в истории человечества. Читая Священное Писание, мы видим, как пророк Илья доверял Богу. В стране был голод, была засуха, но что было с ним? Бог повелел ворону. Ворон приносил ему мясо, приносил ему пищу. И он, Бог показал, где был источник воды, и у него была вода, у него была еда. И мы читаем в Священном Писании, когда были моменты, когда люди переживали трудные времена. В одни из царя Иезеки, город Иерусалим был в осаде, Синахарим, царь Исирийский подошел, с огромным войском. И что он говорил? Он смеялся над упованием Иезеки. Иезеки, это не знаю, что беда на этой земле, проблемы. Уже так много народов, они порабощены. Так много народов, они проиграли сражения, они побеждены. Я, царь Синахарим, я победил их. И думаешь, с тобой это не произойдет. И этот город возьму, и тебя в плен возьму, тебя поражу. Но знаете, что происходит? Иезеки, он возлагает свое упование на Бога. Он молится, говорит, что Бог, действительно, то, что Рапсак рассказывал, это правда. Вот так много народов, они завоевали. А это уже очень сильная, успешная армия. Они сильны, а мы слабые. Действительно, он может нас завоевать, но Бог, мы на тебя надеемся. Господь, ты нам помоги. Бог, ты нам помоги. И знаете, что происходит? на утро, на утро, царь Сихонахарим просыпается, смотрит, 185 тысяч сильных, здоровых воинов, этой ночью не проснулось. Почему? Ангел Господний пришел, вступился за царя из Эзекио, потому что он уповал на Бога, на Него надеялся. Написание говорит, 90-й псалом, что язва не коснется нас, не приблизится никакая зараза к нам. Когда? Когда мы уповаем на Господа, когда мы опорой делом Бога, когда мы на Него надеемся. Аминь. И знаете, как важно, чтобы мы на Него уповали, как было в жизни Даниила. Даниила, это был человек, который доверял Богу, уповал, жил в Вавилоне, но доверял Господу. В то время, когда все люди поклонялись разным богам, он поклонялся живому Богу. И знаете, что интересно? Он в этой стране имел успех. Его царь очень сильно поднимал. Но когда царь его поднимал, то были люди, которые завидовали, желали зла. И они сделали так, чтобы Даниила бросили в ров с львами. И царь, хотя этого не хотел, но он вынужден был это сделать. И когда Даниила бросают в этот ров, наутро написано, царь приходит, даря узнать, что же с ним произошло. И он задает вопрос и спрашивает, Даниил, Бог твой, которому ты неизменно служишь, спас ли тебя? И Даниил отвечает, да, царь, во веки живи. Бог спас меня, потому что я чист пред Ним, потому что на Него я надеюсь и уповаю. Вы знаете, Бог избавил Даниила, почему? Потому что Даниил неизменно ему служил. Братья и сестры, нам нужно в это последнее время, чтобы иметь дерзновение, ожидать Бога, не иметь страха, неизменно служить Ему, уповать на Него, на Него надеяться, опорой делать Бога, к Нему приближаться, с Ним сближаться, и неизменно Ему служить. Аминь. И мне нравится то, что Бог, Он нелицеприятный. Иисус Христос рассказывал о том, что фарисеев, когда он обличал и говорил, что как думаете, в одни Неймана разве не было прокаженных в Израиле? Но почему только Нейман был исцелен? А знаете почему? Нейман был язычник, а прежде всего Бог хотел через свой народ Божий проявлять свою славу, являть свои чудеса, но народ Божий отступил от Бога. Они не доверяли Ему, не были Ему послушны. А Нейман язычник послушал, получил свое чудо исцеления от болезни, которая должна была привести его к смерти. И написано, разве в одни, когда была вдова в Сарепте Сидонской, не было вдов в Израиле, почему Бог послал пророка к вдове в Сарепту Сидонскую, и в то время, когда был голод, Бог о ней позаботился. А потому что эта вдова, она доверилась Богу, она возложила упование на Бога, и она приняла это решение из того малого, что у нее есть, служить Богу, служить человеку Божьему. И она из того малого, что было, она этим служила. Знаете, это не было так. Вот часто мы ожидаем так. Бог, вот сделай так, чтобы у меня проблем не было, чтобы все нужды были восполнены, и я начну тебе служить. Друзья, поверьте, когда все проблемы наши решатся, все нужды восполнятся, нас вообще в церкви не увидишь. Но знаете, Бог что делает? Бог сотворил чудо, что она принимает решение, у нее немножко муки, немножко масла, сделать лепешку, посвятить Богу, накормить человека Божьего, и потом накормить сына и самой покушать. Она это сделала. И знаете, чудо такого явного не произошло. Не произошло так, что вдруг у нее мешок появился с мукой, там бочка с маслом, но она снова возвращается, открывает то, где у нее лежало масло, открывает то место, где у нее лежала мука, смотрит, немножко муки, немножко масла, хватит еще на одну лепешку, делают еще одну лепешку, кормят человека Божьего, питаются сами с детьми. Чудо такого явного не происходит. Не стало много муки, не стало много масла, открывает так же немножко, на одну лепешку, но снова она неизменно служит. Она каждый день неизменно служит. Каждый день посвящает себя Богу, каждый день отделяет от того, что у нее есть. И чудо, на протяжении всего голода в этой стране, масло так и не закончилось, и мука не закончилась. Кормилась она, кормился сын, не умерли от голода. Вы знаете, вот так же в нашей жизни, братья и сестры, как важно, что мы неизменно служили Ему. Есть деньги в кармане, служим Богу. Нет, как Павел говорит, что умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Вот на мои отношения с Богом ничто не влияет. Пусть сегодня ничто не будет влиять на наши отношения с Богом, на наше решение служить Богу, но пусть, особенно в это последнее время, когда мы видим, что народы находятся в страхе, когда люди находятся в унынии, чтобы мы, наоборот, еще больше славили нашего Бога, чтобы мы еще больше служили Ему, чтобы мы все свое упование возлагали на Господа, на Него надеялись, и Бог нас не подведет, и мы будем, как дерево, посажено при потоках вод, которое не знает, когда приходит зной, и мы не будем, как вереск, мы не будем, как вереск, который находится в пустыне, который не приносит плода, находится в унынии, мы не будем в проклятии, мы не будем беспомощными людьми, без надежды, но у нас будет надежда, и мы будем говорить, Господь, гляди, мы Тебя ожидаем. Аминь. Друзья, признак того, что мы еще не знаем хорошо Бога, и в нас нет любви Божьей, это страх. Страх и любовь, они вместе не находятся. Вера и страх вместе не находятся. Как избавиться от страха? Наполниться верой, наполниться любовью Божьей, наполняться Духом Святым, и не нужно будет изгонять страх, он сам уйдет. Когда мы наполнены любовью Божьей, мы не будем бояться, мы не будем жить в страхе, мы не будем жить в мучении, мы будем жить в радости. Аминь. Давайте поднимемся. Дорогой наш Отец Небесный, мы превозносим Бог Твое Святое Имя. Тебе, Святой и Праведный, мы поклоняемся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, даешь нам это вернейшее пророческое Слово. Еще за несколько тысяч лет Ты уже сказал, Христос, об этом в последнем времени. Ты сказал, что Ты придешь на эту землю, и перед Твоим пришествием будет уныние в народов, недоумение, будет страх. Люди будут ожидать бедствия, это будет происходить перед Твоим пришествием. Но Ты говоришь нам, чтобы мы имели мир в Тебе, чтобы мы не боялись. И Писание говорит, что праведник, он смел, как лев, он ничего не страшится, он не боится, но мы смело ожидаем Тебя. И мы знаем, что когда Ты придешь, Господь, придет Господь в воздаяние от Тебя, награда, Господь, потому что на этой земле мы уверовали в Тебя. Потому что мы приняли Тебя в свое сердце. Мы поверили в то, что Ты, Господь, умер за наши грехи. Ты совершенная любовь. Ты отдал Себя за нас, чтобы мы были избавлены от всякого страха, были избавлены от ада, были избавлены от проклятия. И мы, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты нас избавил. Спасибо Тебе, Святой и Праведный Бог. И мы, Бог, благодарим Тебя за то, что Ты, Бог, о нас позаботишься. Сегодня люди, которые отдаляются от Тебя, люди, которые оставляют Тебя, надеются на себя, опорой делают свою плоть, они, Господь, находятся в страхе. Они находятся в унынии. Но люди, которые на Тебя уповают, они благоухают. И я благодарю Тебя, Господь, за это обетование. Мы, я благодарю Тебя и верю, Бог, что Ты о нас позаботишься. Мы читаем в Священном Писании, что когда был голод, Ты, Бог, заботился о тех людях, которые неизменно Тебе служили, которые на Тебя надеялись, уповали. Мы видим в Священном Писании то люди, которые, Господь, доверяли Тебе, даже когда против них поднимались войска, когда поднималось много врагов, были огромные, сильные проблемы, трудности, они были избавлены, потому что Ты тот, кто хранишь свой народ Божий. И Писание говорит, что Ты хранишь своих помазанников, Ты хранишь, Господь, своих людей, и тот, кто прикасается к ним, прикасается Твоего ока. И Ты, Бог, сохранишь нас, Господь. Мы благодарим Тебя. И помоги, Бог, нам все свое упование возлагать на Тебя, Господь. Бог, дай нам мудрости в каждом дне познавать Тебя, Господь, исполняться Духом Твоим Святым, потому что Духом Твоим Святым изливается в нас Твоя любовь, любовь, которая изгоняет всякий страх, любовь, которая делает нас свободными и счастливыми людьми, свободными, смелыми людьми. Во имя Иисуса, Бог, излей, Господь. И мы Тебя за все благодарим. Тебя, Бог, мы прославляем. Ты достоин всей славы, наш великий, святой, праведный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Слава нашему Богу. Я хотел обратиться. Может быть, сегодня среди нас есть люди, вы еще никогда не молились молитвой покаяния. И сегодня вы хотели бы это сделать. Обратиться к Богу, попросить Его, чтобы Он простил вам ваши грехи, вошел в вашу жизнь, стал вашим Господом и Спасителем. И если вы этот человек, дайте нам знать, поднимите свою руку, помашите нам, дайте нам знать, что вы здесь, и вы хотите помолиться этой молитвой, чтобы Бог простил вам ваши грехи, вошел в вашу жизнь. Все спасены. Можем сегодня вы с нами, онлайн. Мы хотим дать вам эту возможность примириться с Богом. Потому что это самое важное, примириться с Ним. Мы будем иметь надежду вечной жизни. И на этой земле вы больше не будете жить в страхе. Но вы будете знать, что у вас есть Отец Небесный, который заботится о вас, который вас никогда не оставит и поможет вам, где бы вы ни были. Что для этого нужно? Это просто признать, что мы грешники. Попросите у Бога прощения, исповедовать веру и поверить в то, что Христос, Он умер за нас, за наши грехи и на третий день воскрес. И мы хотим вам помочь молиться этой молитвой. Повторяйте слова молитвы вместе с нами, обращаясь к Богу. Отец Небесный, я верю, что твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи и воскрес на третий день. Я прошу тебя, Господь, прости мои грехи, вводи в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем. Я благодарю Тебя за прощение грехов, дар вечной жизни. Аминь. И мы хотим сказать вам, что если вы помолились этой молитвой, пожалуйста, позвоните нам по телефону горящей линии. Мы хотим с вами познакомиться и помочь вам возрастать в вере. И давайте мы еще на пару минут присядем. Я хотел прочитать еще один отрывок. Сегодня у нас особенное служение. Мы принимаем участие в этом хлебопреломлении. Будем принимать эту чашу, принимать этот хлеб. Почему мы это делаем? Потому что это не то, что пасторам захотелось в нашей церкви, чтобы раз в месяц мы это делали. Ну вот, придумали такое, что раз в месяц это делать. Но это то, что повелел нам Христос. И давайте мы прочитаем первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Написано, Павел пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». Вот интересно, что апостола Павла не было в то время, когда мы читаем в Евангелиях, Иисус Христос, Он собрался с апостолами и преломлял хлеб, и давал им это вино. Его там не было. Но Господь, когда посетил апостола Павла, то Иисус ему об этом напомнил, об этом сказал. Это о чем говорит? О том, что это важно. Иисуса Павла там не было. И он с апостолами через несколько лет встретился, и апостолы ему не говорили. Но сам Господь его посетил и сказал, чтобы он это делал. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал, примите, идите, это тело мое за вас ломимо, это творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерин сказал, это чаша есть, новый завет в моей крови, это творите, когда только будете пить, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». И вот Христос говорит, делайте это для чего? Для воспоминания, чтобы вы не забыли о том, что я для вас сделал. Как важно, друзья, чтобы, живя на этой земле, мы не забыли, чтобы мы не стали жить по стихиям этого мира, не увлекались разными философиями, не увлекались тем, чем сегодня увлечен этот мир, но вспоминали о том, что Христос сделал, Христос нас избавил от всякого проклятия, Христос нас искупил, чтобы мы уже не жили по прихотям этого мира, в похотях этого мира.